Небольшой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Я знаю, что у меня был небольшой перерыв, но поверьте, в моей жизни происходит очень много больших перемен, поэтому сегодня я к вам возвращаюсь с видео с таким, знаете, влогом, в котором покажу свочи и сифоры. Мы сейчас идем в сифоры, в которые когда-то с вами уже ходили. Я оставлю видео подобного рода внизу, если вам интересно. Итак, на входе мы с вами видим некоторые новинки из Make Up For Ever, пудра, тональная основа, кстати, подобное. Что-то уже было пару лет назад, и у меня была такая подобная основа, и тогда она мне очень нравилась. Но сейчас меня не очень интересует пудровый продукт, хотя здесь довольно много разных оттенков. И тональные основы тоже представлены, я не уверена, новинки это или нет, скорее всего, да. А также кремовые вот такие вот бронзеры от Tower 28. Ну, мне кажется, слишком желтоватые, как по мне. Ну, чисто для меня. И так, здесь разные румяна от House Labs и Danessa Myricks. House Labs. На этом стенде всего три оттенка, но на самом деле там больше оттенков, мы потом их с вами увидим. Довольно яркие, то есть это очень такие легкие сводчи, посмотрите, какие яркие оттенки, такие пигментированные очень. И рядом, как будто бы для сравнения, вот эти вот румяна от Dior слева. Я его наслоила, этот оттенок, и он получился намного светлее, чем House Labs. И также вот такие вот румяна от Danessa Myricks. И вот этот оттенок, как будто бы розовый из двух, хотя для меня он выглядит довольно теплым. Ну, не знаю, как для вас, кстати. Как он кажется? Достаточно розовый или нет? Ну, не знаю. Глассиер наконец-то пришел в Sephora. У меня уже были когда-то и румяна, и гей для бровей. А парфюм я забыла совсем послушать, хотя слышала о нем хорошие отзывы. Так, здесь хайлайтеры от Cali Ray. Я видела этот бренд Sephora, но ничего еще от него не пробовала. Если вы пробовали, то обязательно делитесь своими впечатлениями или что интересного слышали об этом бренде. Здесь два хайлайтера, такой более розоватый, что ли, более золотистый. По формуле немного напоминают мне Ray Beauty. Такие довольно, знаете, пигментированные, пудровые, такие плотные сводчи. Не знаю, мне кажется, слишком яркий хайлайтер такой. Дальше тут такие стики кремовые от Ray Beauty. Тоже меня не очень интересует подобный продукт. Именно такого бронзирующего действия. Интересные украшения на Gwen Stefani. Тут, кстати, румяна от Hood Beauty. Я знаю, что это не новинка, но я просто их посравнивала. Одни из этих румян у меня в Project Penny. И, кстати, они вообще не думают заканчиваться. Но на этом стенде, кстати, не было новинок, палеток. Они будут позже из Sephora Coles тоже в этом видео. Итак, здесь Ray Beauty. Почему-то вся раскупленная, все хайлайтеры проданы. Один сломанный тестер стоит. А Coles тоже вроде бы как бы ничего особенного число для меня, опять же. Итак, смотрите, что я нашла. Даша Динона и палетка Love Face Palette, которая написана на Sephora, что она только онлайн. Но она здесь представлена, как ни странно. И посмотрите на цену. Она на Sephora на официальном сайте 62 доллара. А здесь она за 67. Так, случайно вдруг 5 долларов добавили. И вообще очень-очень странно. И посмотрите, палетка абсолютно новая. Никто ее даже не свочил. Никому она в Канзасе не нужна. Но, как оказалось, я решила посвочить палетку, потому что это такое удовольствие – свочить новую палетку. И я имею полное право как покупатель. Ну, точнее, как посетитель магазина. Вот. Потому что я не покупаю ее, потому что она у меня уже есть. И я уже сняла на нее первое впечатление. И скоро поделюсь с вами таким более полным мнением с макияжами. Больше всего мне здесь интересует как раз-таки не та палетка, а вот эта вот Retro Glam. И я знаю, что она меня изначально вообще не зацепила. Больше мне как раз-таки понравилась именно My Dream Palette. Но здесь я хотела посвочить Retro Glam еще раз. И мне очень понравилась эта палетка, когда я смотрела обзор у Катерины Давыдовой. И мне прямо захотелось эту палетку. Я не знаю, что с собой делать. Но у меня уже закончился бюджет, поэтому я подумаю об этом в апреле. Итак, другие румяна от House Labs. Опять же, все очень-очень ярко. Я думаю, что это не для меня. Но я хотела спросить консультанта по поводу карандашика для глаз. Мне очень хочется стойкий карандашик для глаз. Которым бы я могла подводить глаза. И чтобы он у меня не скатывался никуда. И, в общем, мне предложили три варианта. Это один из авовых глаз. Здесь очень красивые оттенки. Но именно такого коричневого, который мне нужен был. То есть такой матовый, да, без какого-то сияния. Его в наличии здесь не оказалось. И тогда консультант предложил мне номер два варианта. Это Lancome в оттенке Chocolate. Но этого оттенка тоже не оказалось в наличии. И тогда консультант предложил мне третий вариант. Это Make Up For Ever Ebony. Это настойкий карандаш. В общем, и он оказался в наличии. Поэтому я его купила. И обзор на него тоже скоро буду делать в своем видеообзоре новой косметики. Вот. В общем, такой получился поход именно в Sephora. В этом моле. Это было вчера. И сегодня я зашла в Sephora Coles. И хотела вам тоже показать пару свочей. Ну, не только свочей. Я также еще послушала аромат Адрианы. И здесь я напишу основные ноты. Если честно, мне он показался довольно таким теплым. И это не совсем мое. В магазине, кстати, очень пусто. Никого не было вечером. Палетки от Huda Beauty, кстати, новые. Я купила себе розовую палетку. Я о ней вам уже рассказывала в Телеграме. Поэтому я о ней отдельно с вами поговорю в будущих своих видео в феврале. А здесь я хотела показать вам свочить именно теплые палетки. Здесь тоже два кремовых Refill Cream to Powder. Но они размещены по-другому. Они не там же, где кремовые продукты в розовой палетке. Но все равно такая довольно теплая палетка, мне кажется. Похожие оттенки в самой палетке друг на друга. Не знаю. Точно не для меня. Поэтому я хотела все равно посвочить, посмотреть, как оно выглядит. Такое вот видео получилось. Пишите, хотите ли вы такие видео в будущем. Поход в Sephora, свочить новинки и не новинки. Мы с вами увидимся в новых видео. И всем пока.